Здравствуйте, господа! Программа «Револьвер» на Финам-ФМ. Никита Кричевский. Еще раз добрый вечер. В прежние времена существовала такая рубрика по следам наших выступлений. Помните, в январе месяце мы с вами говорили о том, что услуги по парковке, которые нам предоставляет московское правительство, дептранс, говоря более предметно, мягко скажем, не соответствует действующему налоговому, финансовому, административному законодательству. В частности, я вам говорил о том, что на том чеке, который выдал мне паркомат, отсутствовало ИНН, отсутствовало наименование налогоплательщика, конкретно той организации, которая предоставляла мне эту услугу, ну и прочие фискальные признаки, которые, что называется, шли до кучи. Так вот, я вам должен сказать, что буквально вчера я предпринял очередную попытку припарковать свой автомобиль в центре столицы. Это мне удалось, я вам могу сразу сказать, я оплатил услугу и, о боже, о боже, я увидел на чеке, что услугу по парковке мне предоставлял уже не Дептранс, департамент транспорта города Москвы, как это было в мою предыдущую попытку, а администратор московского парковочного пространства. Еще одно новшество, которое меня приятно поразило, на чеке стоял идентификационный номер налогоплательщика, а также его юридический адрес город Москва, Скаковая улица, дом 19. Вместе с тем на чеке по-прежнему отсутствовали фискальные признаки, что, как мне представляется, дает самые веские основания Федеральной налоговой службе, когда, конечно же, дойдут у нее руки, проверить администратор московского парковочного пространства, посмотреть, что у нее с балансом. Кстати говоря, Росстат за долю малую может предоставить баланс для ознакомления всем желающим. И, кроме того, посмотреть, как начисляется НДС, по каким тарифам, по каким ставкам осуществляется процессинг. Ну и, конечно, Федеральная налоговая служба просто обязана начислить, ну, скажем так, тысяч по 40 рублей штрафов за каждый паркомат, который выдает чеки, несоответствующие действующему законодательству. Огромный привет господину Лексутову. О нем, о его бывшей супруге, мы будем говорить позже во второй части программы. А пока заявленная тема, а именно участие Центробанка в январской девалюации российской национальной валюты. Ну, прежде всего, телефон 8495-6510-996. Звоните, спрашивайте, интересуйтесь, высказывайте свои точки зрения по любым вопросам, касающимся российской международной экономики. Я, конечно, понимаю, что сейчас основное внимание и вас, и, собственно, мое внимание приковано к Сочи, к Олимпиаде. Тем не менее, жизнь стоит на месте, и, возможно, у многих найдутся вопросы, на которые они долго и мучительно ищут ответы. Вопросы, которые будут интересны не только мне и моему собеседнику, но и всем вам, о чем мы поговорим отдельно. Ну, давайте о курсе, поскольку тема заявлена, тема анонсирована, тема висит на нашей странице в интернете. И тема эта касается той подножки, которую подставил рублю довлестный российский Центральный банк января этого года. Смотрите, какая история. Плавная девальвация, достигшая на пике 5 февраля этого года 7,9%, если считать с начала года, высветила, как мне представляется, после достаточно серьезного и взвешенного препарирования центробанковской отчетности, весьма малопривлекательную роль Центробанка во всем этом процессе. Мы с вами уже говорили о том, что существует три внешние причины ослабления рубля в январе этого года. Первая причина это ограничение, уменьшение вливаний финансовых ресурсов в американскую экономику, то есть сокращение программы КОИ-3, сокращение, которое было анонсировано еще в прошлом году. Ну вот в январе этого года оно приобрело конкретное очертание, сумма ежемесячных вливаний снизилась с 85 до 60 миллиардов рублей. Что это значит? Это значит, что, а, появились оптимистические статистические данные о текущем состоянии американской экономики, которые позволили принять ФРС подобные решения, и, б, это был недвусмысленный сигнал, да и, наверное, его надо в первую очередь ставить этот фактор, появился недвусмысленный сигнал, что американская экономика на текущий момент, акцентирую, на текущий момент, находится в ситуации определенного выздоровления. Тем не менее, это сыграло свою позитивную роль, и мировые финансовые спекулянты решили выйти из рискованных развивающихся рынков, поскольку в американской экономике, в американской финансовой системе наметились очевидные улучшения. Ну, конечно, Китай, это еще один момент, еще одна причина ослабления национальной валюты. Что связано с Китаем? В Китаем связано то, что там на протяжении многих месяцев устойчиво снижается индекс деловой активности. ВВП страны по итогам прошлого года составит после окончательных подсчетов порядка 7,5%, это после 10% в многие предыдущие годы. И, наконец, нарастающие финансовые проблемы, связанные с искусственно заниженным курсом юаня, благодаря которому, кстати говоря, сформировались многотриллионные международные резервы поднебесные. Это тоже очень серьезная проблема, они почему-то в России говорят скользко, тем не менее, вы представляете, когда у вас курс валюты искусственно занижен, и, как следствие, приходит значительное количество валюты иностранной, вы, хочешь не хочешь, должны выкупать свою национальную валюту, простите, иностранную валюту за свою национальную валюту, и имитируете все больше и больше своих фантиков. Вот именно это происходит в Китае, а валюты, национальная валюта юаня становится все больше и больше, что у людей, что у предприятий. Эту валюту нужно абсорбировать, национальную валюту юань, и это становится делать все сложнее, потому что ставки весьма и весьма невелики, но если вы будете эти ставки поднимать, я имею в виду, конечно же, ставки по юаню, то вы получите инфляцию. И вот это проблема у Китая. И эта проблема косвенно влияет на снижение темпов экономического роста, потому что, с одной стороны, надо повышать курс юаня по отношению к доллару, что очень бы не хотелось, а с другой стороны, нужно предпринимать какие-то шаги для того, чтобы уменьшить напряжение на внутреннем китайском финансовом рынке. Естественно, спекулянты не замедлили воспользоваться ситуацией, которая складывалась в январе. Я вам говорил о том, что потекли, просили малазийская, южнокорейская, тайваньская национальные валюты, аргентинский песо составил, девальвация аргентинского песо составила без малого 19% за январь, это вообще абсолютное чемпионство по итогам января месяца. Ну и тут, хочешь не хочешь, рубль. То есть, тренд очевиден. Конечно, можно говорить о том, что доблестное правительство плохо управляет российской экономикой, что оно некомпетентно, неквалифицировано, что премьер у нас спит на открытие Олимпиады. Это можно говорить об этом много, но 8-процентная девальвация на пике, с которой я начал нашу сегодняшнюю беседу, все-таки это слишком много. Даже с учетом абсолютной некомпетентности в теории российского правительства. Это слишком много. В чем же причина? Дальше я вам выскажу свою субъективную версию, ни в коем случае не претендуя на истину, но мне представляется, что, мягко скажем, не последнюю роль в том, что произошло в январе, сыграл родной российский Центробанк. Почему я сделал такой вывод? Я посмотрел отчетность Центробанка по проведению акционов РИПО. РИПО это, вы знаете, это кредитование, фактически это кредитование коммерческих банков под залог ценных бумаг с обязательством выкупа этих ценных бумаг у Центробанка по заранее оговоренной цене. То есть вы приходите, согласно списку, который публикует Центробанк, предоставляете в залог определенное количество акций и облигаций, взамен получаете ликвидность. И дальше в течение одного, трех, пяти дней, ну в случае с январем этого года на семь дней вы получаете свое полное распоряжение ликвидности и вольны поступать с ней так, как вам заблагорассудится. Так вот, в этом году, в январе, состоялось три недельных аукциона РИПО. 14 января было размещено 2,2 триллиона рублей, 28 января было размещено 2,7 триллиона рублей на неделю под залог ценных бумаг. Вас заинтересует ставка, по которой размещаются рубли. Я вам скажу, 5,5 годовых. 5,5 годовых. 0,1 процента в месяц. А теперь представьте, с 14 по 21 января рубль усох на 1,5 процента, с 21 по 28 на 3, с 28 января по 4 февраля еще на 1,5 процента. Ни годовых, ни недельных, а в абсолютных значениях, в абсолютном преломлении. 0,1 вы платите за пользование деньгами Центробанка и через нехитрые схемы можете заработать от 1,5 до 3 процентов, конечно же, грязными, если вы часть этих денег, а то и все эти деньги направите на валютный рынок. Что это значит, если считать по прибылям, которые, конечно же, гипотетически могли получить наши банкиры? Если вычесть 0,1 процента за неделю из тех денег, которые банкиры наварили, получится, что с 14 января по 4 февраля господа банкиры совершенно спокойно могли заработать, конечно, по максимуму 145 миллиардов рублей. В зависимости от курса на определенную дату, это порядка 4,2 миллиарда долларов. 4,2 миллиарда долларов. 4,2 миллиарда долларов. Я должен сказать, что здесь Центробанк слукает, потому что ни один уважающий себя банк не будет заниматься валютными спекуляциями напрямую, сегодня получив ликвидность, а завтра от своего имени поставив позицию на приобретение иностранной валюты. Для этого есть дочки, для этого есть внучки, для этого есть друзья. Вот через дочек, внучек и друзей это сделать не составляет абсолютно никаких проблем. И, скорее всего, это было сделано. Я не знаю, каким будет месячный оборот у главного сберегательного банка России по итогам января месяца. По итогам декабря, спокойного декабря прошлого года, он составил 245 миллиардов рублей. Только один банк. А у нас, как мы с вами понимаем, банков несколько больше, чем главный сберегательный банк страны. Еще один эпизод, на который я не мог не обратить внимание. Я посмотрел перечень ценных бумаг, которые принимались в залог по аукционам РИПО. Вы знаете, на что я обратил внимание, каждый раз этот перечень, этот список очень сильно менялся. Грубо говоря, сегодня вам предлагают положить в обеспечение ценные бумаги акции какой-либо компании с госучастием, а в следующий раз облигации регионального правительства. Ну, к примеру, правительство Москвы. С определенным дисконтом, естественно, на определенных условиях. Но, тем не менее, этот список каждый раз, непонятно по каким критериям, но, конечно же, Центробанк расскажет по каким, но он менялся. И я не исключаю, что он менялся в угоду отдельным дружественным банкам. Ну, грубо говоря, если какие-то ценные бумаги, акции, либо облигации у того или иного крупного банка находятся в залоге, то почему бы слегка не подкорректировать список и не предложить в качестве залогового обеспечения ценные бумаги, другого пошиба. Все это было, все это есть. Насколько это правдоподобно, не нам судить, но уж больно это бросается в глаза, если вы... Да что там, люди, может быть, и не посвященные в детали финансового анализа, посмотрите на Центробанковскую отчетную. Это то, что на поверхности, то, что шито белыми нитками. Последний вопрос, который требует своего ответа перед небольшим перерывом, это почему, несмотря на то, что 4 февраля общая сумма размещения составила 2,3 триллиона рублей, курс начал укрепляться. Ведь, согласно моей логике, должно быть все наоборот. И вот здесь это самое интересное. Я очень хорошо помню, как в 98-м году господин Герасченко 2 месяца подряд искусственно завышал курс рубля, потому что на середину месяца приходились расчеты российских банков перед зарубежными кредиторами. Грубо говоря, если вы сейчас напряжетесь и вспомните, грубо говоря, в сентябре курс был, ну, скажем, за несколько дней до торгов 11 рублей за доллар, а 14-15 числа он был, ну, скажем, 8-59 рублей. Точно так же в октябре курс был, ну, к примеру, за несколько дней до этого 14-15 рублей, 15-го октября он был на несколько рублей меньше. И через несколько дней после того, как проходили торги по искусственно завышенному курсу рубля, статус-кво восстанавливался, и курс повышался, если мы говорим по доллару, или понижался, если мы говорим по рублю, до прежних позиций. Так вот, что самое интересное, два раза он это проводил, а на третий раз, на середину ноября, когда, по-моему, все российское банковское сообщество привезло свою рублевую массу на валютной торге, я так понимаю, что не только безналичными, но и наличными рублями снабжали все поезда на московскую валютную биржу, все самолеты, все подводные лодки, все багажники автомобилей. И предложение рублей на середину ноября было, ну, поистине просто, атомно. Так вот, господин Герасченко, вместо того, чтобы сделать то же самое, что он делал в два предыдущих месяца, просто ушел с рынка. Я вам должен сказать, что курс рубля, который накануне составлял, курс доллара, конечно же, который накануне составлял порядка 14 рублей за доллар, в день торгов взлетел до 18,4. Потом, конечно же, все восстановилось, тем не менее. Люди были вынуждены купить валюту по тому курсу, который в тот день установился на бирже. Так вот, я к чему? Я к тому, что вполне вероятно, что после того, как историю с аукционами Репо прочувствовали банкеры поменьше, после того, как увеличили заявки на покупку валюты, Центробанк вышел, конечно же, обеспечивал ликвидность всех желающих. А крупнейшие банки, которые сидели в валюте до этого, тихо-спокойно начали перегружать дешевеющие доллары наивным просточкам. Я не исключаю, что было так, но я не могу это утверждать. Вместе с тем, небиржевой оборот 4-5 февраля в полтора раза превышал обычный валютный оборот в предыдущие и последующие дни. Последний вопрос в этой части очень простой. 7 февраля в Сочи открылись Олимпийские игры. После успешной операции девальвации, я так понимаю, российские банкиры, особенно представители ведущего сберегательного банка страны, были в приподнятом настроении. Одно непонятно. Зачем нужно было портить предпраздничное настроение всем? Программа «Революер» на Финам. Финам. Никита Кричевский. Мы продолжаем нашу программу. У нас два телефонных звонка. Прежде чем мы перейдем ко второй теме, предложенную для сегодняшнего обсуждения, давайте их примем. Но прежде я напомню, телефоны прямого эфира. 65, 10, 99, 6. 65, 10, 99, 6. Код Москвы 4, 9, 5. Говорим о Центробанке, говорим о текущих экономических тенденциях, говорим о вопросах, на которые вы, возможно, мучительно ищите ответы. Добрый вечер. Алло. Андрей. Да, Никита Александрович. Здравствуйте. Я немного отойду в сторону от программы Центробанка. Хочу просить вас прокомментировать ситуацию. Вот недавно объявили, что господин Лукаев очень странную активность начал проявлять. В общем, хочет ехать заключать какое-то бартерное соглашение в Иран. Обмен, значит, строительства железных дорог на поставки нефти из Ирана. Вот могли бы прокомментировать, для меня это просто очень странная активность, поскольку, с одной стороны, вроде не совсем его дело, то есть, почему не Путин, почему не Медведев, да? Почему, с другой стороны, не социалисты, тот же Сечин или Якунин? То есть, что это, как это связано с текущими, так сказать, нашими, вот, международными финансовыми, как говорится, проблемами, связанными с ресурсами и с резервами. Вот в таком ключе. Спасибо. Андрей, спасибо вам за вопрос. Буду откровенен с вами, опять же, выскажу свою личную позицию. Возможно, она, конечно, ничего общего с реальностью не имеет, тем не менее. Вы же спрашивайте меня. На мой взгляд, никакого отношения к тому, что сегодня происходит в России и в внешнеторговых, внешнеэкономических взаимоотношениях нашей страны с иностранными партнерами псевдоактивность у Люкаева не имеет. Ну, абсолютно никакого. Это самопиар, это пыль в глаза, это желание показать свою значимость для российской экономики, свою роль в российском правительстве, говоря по-простому понты. На чем основано мое предположение? На том, что как только господин Улюкаев занял пост господина Белоусова, между ними началась необъявленная пиар-война. Господин Белоусов подспудно все последние месяцы пенял господина Улюкаева на то, что при нем Россия продвинулась на определенное количество мест вперед по рейтингу doing business, например. При нем ВВП страны более-менее, но рост на 3-4 процента, если брать в годовом исчислении. Да и вообще инвестиционная активность была несколько выше, нежели чем при господине Улюкаеве. На что господин Улюкаев говорил, что ему досталось настолько плохое хозяйство, что он не удивится, если завтра или послезавтра экономика России встанет окончательно, что, конечно же, не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что экономика это не что иное, как умение хозяйствования. В любом случае мы работаем, в любом случае мы что-то делаем, в любом случае мы генерируем прибыль, мы генерируем доход, мы выполняем свои обязанности, нам за это платят зарплату и по большому счету нам, вы знаете, все равно есть ли у нас инвестиции или нет, особенно если учесть, что значительная часть российской экономики составляет государственный сектор, а он уж, извините, от инвестиций зависит косвенно. В этом, как мне представляется, разгадка гиперактивности господину Люкаеву. Я вас уверяю, ничего далеко идущего за его словами, за его намерениями, тем более во взаимоотношениях с Ираном, не его, это и пархия. Ничего далеко идущего за этими словами, высказанными не будет. Сергей. Здравствуйте. Здрасте. Хотел задать вопрос по поводу нынешней ситуации с долларом, с манипуляцией. Хотел купить квартиру, долго искал, но вот перед Олимпиадой как раз произошла вот эта манипуляция с валютой, и многие продавцы перестали продавать квартиры, затихли. И вот хотел задать вопрос, что мне делать сейчас, оставлять рубли и все-таки купить квартиру, получится если. А вы с какими целями хотите купить квартиру? С инвестиционными или чтобы жилье? Нет, нет, для жилья. Так если для жилья, чего вы ждете? Конечно, покупать. Конечно, покупать. При этом я категорически против того, чтобы вы меняли деньги на валюту. Вот именно сегодня, если вы в промежутке, скажем, двух недель месяца будете приобретать жилье, категорически против. Если вы хотите застраховаться от валютного риска в долгую, то, конечно же, сейчас самое время поменяться. Но если вы будете приобретать жилье, то вы всегда договоритесь с продавцом о том, какой будет курс, какова будет конечная цена, какова будет сумма. Еще один нюанс. Я вас уверяю на собственном опыте, что те ценники, которые на витрине, не всегда соответствуют тем ценникам, которые есть в магазине. Иными словами, всегда есть возможность торговаться и всегда есть возможность утоптать продавца. Да, они очень завышены. Они показывают желание продавца продать свое жилье за безумные деньги. При этом продавец прекрасно понимает, что торг всегда вместе, он будет наоборот счастлив, если вы будете торговаться с вами, потому что раз вы торгуетесь, значит, вы заинтересованы в том, чтобы вы купили в данном случае его квартиру. Торгуйте смело. Если товарищ не пойдет вам навстречу, либо в результате дальнейших перегоров вы придете к общему знаменателю, либо найдете другое жилье, товарищ будет сидеть и продолжать ждать у моря погоды, ждать своего счастливого покупателя. Для какой дисконт я могу сказать, какой дисконт, смело закладывайтесь на 7-10 процентов, идите в этих пределах. Идите в этих пределах, хотя из разговоров с риэлторами я знаю, что дисконт может достигать существенно больших увеличений. Спасибо. Спасибо вам. Звоните. Галина. Добрый вечер. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, дорогая. Спасибо за, как всегда, глубокий анализ. Спасибо вам. Я хочу вот исторически несколько, так сказать, повернуть о банках. Уж больно много всяких там вот якобы открываются манипуляции, там махинации и все такое. Вот в свое время же был закон Гласса-Стигала, да? Еще в прошлом веке при Рузвельте, кажется, он был принят. Так разделялись коммерческие банки, инвестиционные, да? И вот теперь в Америке в последнее время вроде как опять хотят возродить этот закон. Ну, там Ларуш вот выступает, потом Ронко, по-моему, сенатор. Ну, правда, последние вот дни уже что-то затихло. Ну, как вот, читаете, поможет вот это вот разделение действительно вот в нашей, как этой банковской деятельности, которая, естественно, не разделяет. Нет, Галин, Галин, вы немножко путаете. Что касается Америки, почему был принят этот закон? Потому что коммерческие банки использовали деньги заемщиков, деньги вкладчиков для того, чтобы спекулировать на рынке ценных бумаг. Из-за этого были банкротства. Поэтому коммерческие банки разделили с инвестиционными, инвестиционные должны были брать ресурсы иными путями, нежели чем с рынка тех же частных вкладов или депозитов юридических лиц. Поэтому был принят этот закон. Он, кстати говоря, отменялся весьма и весьма долгое время. Начало было положено еще при Картере в 79-м году, потом при Рейгане в 82-м. И, наконец, добил этот закон господин Клинтон в 99-м. Это отдельная история, но я вам должен сказать, что в 90-м годах там были приняты несколько законодательных актов, по которым сегодня регулирование и надзор за банковской сферой в США весьма и весьма жестче, нежели чем это было при том же Рузвельте. Так что, если проецировать американский опыт на Россию, то тут нужно сказать, что у нас фондовый рынок на порядке меньше по сравнению с американскими, ну, для наглядного подтверждения, в США порядка 60 миллионов частных инвесторов, фондовых инвесторов. 60 миллионов человек всего лишь. Пятая часть населения страны. В России их меньше миллиона. Вопросы есть? Наконец, Николай, и перейдем к господину Лексутову. Николай, добрый вечер. Алло, Николай, Москва, добрый вечер. Вот у меня насчет эвальвации рубля была такая версия, что все-таки это было сделано с целью вернуть ведущим банкам их расходы на Олимпиаду. Ну, да-да. И второй вопрос. Вопрос в чем? Нам Набиулина рассказывала, что все развивающиеся свою валюту понизили. А как поступил вот в Китае в данной ситуации? Вот вы мне можете рассказать? Вот первая версия и вопрос. Спасибо большое, Николай. По первой части вашего вопроса, конспирологических версий того, что произошло в январе, всегда множество. Здесь и возмещение потерь банкиров на проведение Олимпиады, на финансирование олимпийских строек. Здесь и поддержка мифическим экспортерам, здесь и даже некомпетентность правительства и чуть ли не мировой заговор по отношению к рублю. Все это, ну, если имеет отношение, то в самую последнюю очередь я вам уже сказал, что, как мне представляется, ларчик открывается значительно. Просто Центробанк с крупнейшими банками поймали, что называется, ветер своей паруса, они учуяли тренд и решили на этом тренде подзаработать. Таким образом они вышли, они путем нехитрых манипуляций, опять же, по моему личному мнению, провели несколько крайне хороших недель в своей банковской карьере. Ну, хороших, нехороших, но то, что уж прибыльных, это точно. В отношении второго вопроса у финансовых властей развивающихся стран в январе не было иного выхода, кроме как девальвировать, ослаблять свои национальные валюты, поскольку фондовые спекулянты, валютные спекулянты выходили, выходили из позиций по их национальным валютам. У них не было другого выхода. Если бы они поставили перед собой цель поддержать свои национальные валюты, они бы просто впустую на ветер, в костер выбросили бы многие-многие десятки, если не сотни миллиардов долларов, я, конечно же, говорю применительно к мировому валютному рынку. Поэтому, естественно, те страны, о которых я говорил о плавной девальвации, отнюдь не ограничиваются теми же азиатскими странами или странами Южной Америки, это и некоторые восточноевропейские государства. Они все ослабили свои валюты. Что же касается Китая, то в Китае курс определяется директивно, он имеет самое косвенное отношение к тому, что происходит на мировых валютных, на мировых финансовых рынках. Поэтому Китай, та история, которая случилась в январе в мировых финансах, практически не затронула. Что не отменяет нарастающий глубокий проблем, вызванных искусственным занижением курса юаня по отношению к доллару. Американцы, кстати говоря, неоднократно пеняли к китайцам на этот дисбаланс. На что китайцы, как мне представляется разумно, столь же часто отвечали американцам, если это не будем делать тьмы, это будут делать наши соседи, такие как Вьетнам, Индонезия, Таиланд и прочие. Но, повторюсь еще раз, если у вас значительная и все время нарастающая денежная масса, состоящая из юаней, и вы эти юани имитируете для того, чтобы приобретать у экспортеров доллары, то рано или поздно количество юаней в экономике становится критически большим. И нужно что-то делать для того, чтобы отвлекать эти юани с рынка. Ну, а в частности, выпускать гособлигации в нашем преломлении ГКО ФЗ. Это делают в Китае, но по этим гособлигациям нужно платить проценты. А проценты — это бюджет. С каждым годом денег на выплату процентов, а гособлигациям тратится все больше. Кроме того, рано или поздно Китай столкнется с тем, что постепенно будет расти инфляция. И вот где-то грань между снижением экономического роста и увеличивающейся денежной массой в китайской экономике, которая позволит пройти буквально по краю, по ниточке, по острию. За которым, с одной стороны, укрепление юаня и еще большее снижение темпов экономического роста поднимется, а с другой стороны, возможность, может быть, за счет некоторого укрепления, но попытаться перестроить, модернизировать действующую в Китае в настоящее время модель. Это вопрос, над которым бьются китайцы. И я, может быть, уже как-то говорил, как они это делают. Кстати говоря, мой горячо любимый соавтор Владислав анонимцев участвовал в одном из таких мозговых штормах. Китайцы приглашают ведущих мировых экономистов, они оплачивают им абсолютно все расходы, они селят их в лучших отелях, они предоставляют им все условия, выполняют их любые прикатия, организуют все возможные экскурсии, платят сумасшедшие гонорары. Но при этом они на протяжении, скажем, 80-ти часов ежедневно в течение нескольких дней просто пытают этих людей, ну и естественно интеллектуально пытают, расспрашивают их, что они думают о той или иной ситуации, либо перспективе. И вот таким образом они собирают консенсус мнения и на основании этого консенсуса мнения они уже принимают окончательное решение. Господин Наноземцев неоднократно, насколько я знаю, участвовал в этих мозговых штурмах и я полагаю, что китайская экономическая политика выглядит достаточно взвешенной, в том числе из-за того, что они огромное внимание уделяют развитию как внутрикитайской экономической науки, так и знакомству с достижениями экономической мысли за рубежом. Ну да ладно, буквально минуточка остается чуть больше по поводу второй темы. Я не зря начал с парковок, она имеет непосредственное отношение к господину Лексутову, который, как известно, в прошлом году развелся со своей супругой, на которую оформлены основные активы господина Лексутова. Так вот, сегодня стало известно о том, что РЖД за 550 миллионов рублей продает 25% уставного капитала Аэроэкспресса и продает эти 25% компании Дельта Транс Инвест, которая наполовину принадлежит Татьяне Лексутову. В официальном пресс-релизе РЖД говорится, что это сделано для того, чтобы обеспечить Аэроэкспресс инвестициями для строительства терминалов Домодедова, а также для закупки двухэтажных поездов. Я могу долго говорить, и вы, наверное, можете долго говорить о том, насколько правильно и насколько верно понимать борьбу с коррупцией в ее современном российском государственном преломлении в отношении господина Лексутова, но до этого тема неоднократно поднималась в наших эфирах. Пока что я должен сказать, что это констатация, это констатация того, что бывшая супруга вице-мэра Москвы, которая в том числе отвечает за московские парковки, станет по активам еще несколько богатей. Мы заканчиваем нашу программу. Револьвер на Финам.ФМ. Никита Коричевский. Услышимся через неделю.